Продолжение следует... Здравствуй, друг! Добро пожаловать в мою коробку! Сейчас мы всё это дело упакуем. Сейчас, сейчас, сейчас. Всё. Всё как было. Сегодня у нас крошечное жежло. Сегодня у меня на обзоре линейка жуткостей от ребят из компании Smoke Kitchen. И линейка у нас это одноимённая, практически называется она СК. Потому как бренд Smoke Kitchen тоже стал типа СК, и линейка жидкостей тоже просто СК. Без всяких там каких-то дополнительных приписок. Конечно же, перед началом основного обзора я должен сказать тебе о важной информации. То, что это у нас никотин, содержащий жидкости. И мы прекрасно с тобой знаем, что никотин это яд. Он вызывает зависимость, также он вызывает привыкание. И если ты будешь употреблять никотин, содержащий продукты, коим они и являются, то никотин, содержащийся в них, может серьёзно навредить твоему организму. Я просто тебя об этом предупреждаю. Несмотря на всё то, что всё здесь пахнет какими-то фруктами, ягодами или же десертными запахами, вейпинг это всё равно вредная привычка. И я на этом настаиваю. Вот такой вот дисклеймер. По комплекту поставки у нас вот такие вот крошечные маленькие коробочки. Я тут уже заранее всё распечатал. Малюсенькие крохотулечные вот такие вот. 10 миллилитров, естественно. Вот такие вот крошечные бутылочки, у которых колпачок, сука, чуть ли не больше, чем сама бутылочка. Это, естественно, у нас акцизные жидкости, легальные там, бла-бла-бла, все вот эти вот дела. Ребята выпустили новую линейку СК в 10 аж на вкусах. Они ко мне пришли в таких вот красивых боксах. То есть вот такой вот бокс-бокс-бокс-бокс. И он у нас вот так вот красиво я его надорвал, чтобы тебе показать не той стороной. Вот так как-то это всё здесь должно лежать внутри. То есть типа вот так вот вот рот, половинка отрывается. И так вот внутри у нас всё это дело прячется. Я не знаю, чем у них покрыты вот эти вот все коробки и бутылки, но они очень-очень приятные на ощупь. Такой какой-то, я не знаю, бумажный софт-тач существует такой или нет. То есть типа он как какие-то такие, знаешь, дорогие какие-то премиальные визитки. Приятные на ощупь. Не знаю, зачем и для чего. Видимо, чтобы показать свою премиальность. Здесь у нас появился новый приколдес у ребят. Они вот здесь вот в уголку наверху показывают у нас количество прохлады и сладости отдельно. То есть у них есть шкала тройная, где у них 3 это очень холодно. Или же 3, например, это очень сладко. Здесь вот, допустим, первый вкусец. У меня по холоду это 3, а по сладости это 2. По самим бутылочкам, как я сказал тебе, это 10 мл. То есть защита от детей, контроля первого вскрытия. Это здесь всё у нас, конечно же, присутствует. Продукт содержит никотин, являющийся ядовитым веществом, вызывающим сильную зависимость. Это то, что я тебе говорю постоянно во всех видосах. Соотношение жидкости у нас 50 на 50. У нас солевая 20-ка, всё уже заправлено, готово. Кайман 5 и поехали всё это дело пробовать. Первый вкусец, маленький крохотулечный. Ну, хотя бы по-русски здесь всё написано и на том спасибо. Лимонад, малина, грейпфрут. Такой вот вкусец. Что, пробуем? Очень приколдесно. Ребят также написали, что они вот в этой линейке используют какие-то там усилители, подсластители, охлаждатели и вот этого вкуса там и так далее и тому подобное. По вкусу это, как бы сказать, цитрусово-малиновый лимонад получился у ребят прохладный. Здесь всё по кайфу. Только вот то, что написано прохлада, это у нас типа трёшка. Для их типа трёшки, чтобы ты понимал, для меня это один, ну максимум полтора холода. Как-то вот так. То есть это там типа не даже не та самая трёшка, про которую я тебе говорю, что это прям холодные, холодные жидкости нет. Возможно в их градации, что это очень холодно. В моём случае это не очень холодно, но в любом случае ты должен понимать, что это масс-маркет и они не будут делать какие-то экстра ледяные или экстра там какие-то сладкие переслащённые жидкости. Такое никто не любит. Не, ну любит там полтора-два процента от рынка. Вкус отличный. Очень приятный, сладкий, такой леденцовый. Здесь есть очень хорошая цитрусовая составляющая, утаскивающая куда-то в сторону мармеладно-лимонадных послевкусий. Опять же есть хорошая ощутимая прохлада. То есть типа нормально чувствуется кулер. То есть опять же это прохладный, хороший малиновый лимонад. За одним исключением, что здесь у нас в виде цитрусов используется не лимонная составляющая, а грейпфрутовая. Немножко такая типа апельсиновая, чуть с горчинкой, где-то рядом, где-то близко. Замечательный цитрусовый ароматизатор. Очень хорошо дополняет эту жидкость. Это такой типа а-ля малиновый лимонад, только такой немножко хитровыдуманный, назовём таким образом. Сладкий, объёмный, приятный. Вообще, по сути дела, вопросов никаких. Очень хороший баланс по прохладе и по сладости. Здесь у меня дальше что-то будет меняться. Где-то больше, где-то меньше там прохлады, сладости будет и так далее и тому подобное. Кстати, ни на одном вкусе я не вижу, чтобы была там, допустим, прохлада единичка или сладость была единичка. Минимум 2-3 везде. То есть типа везде либо средняя прохлада, средняя сладость, либо мощная прохлада, мощная с ней вместе сладость. Что-то типа того. Но я бы не сказал, что вкус какой-то типа мощно переслащённый или мощно переохлаждённый. Здесь всё в меру. То есть типа в меру сладости. Хорошая приятная сладость, хорошая прохлада. Очень-очень хорошо. Очень приятно сбалансированные вкусы. И самое главное, что они, как сказать, они очень правильно сбалансированы. Здесь нет перебора, но также нет вот этой вот водянистости, пустоты вкуса. Или как это любят называть, чистый вкус. Типа мы не используем усилители вкуса, мы не используем подсластители вкуса. И по факту мы получаем пресную жидкость, которая как бы, ну она со вкусом, ну там допустим, малины с ананасом, что-нибудь типа того. Но она очень пресная и пустая. Ну типа, ну ладно, это как типа суп недосолить, что-то типа того. Пробуем следующее. Земляничный джем. Именно вот не клубничный, а земляничный джем. Как-то вот так. Пробуем. Очень крутая ягода, пацаны, вообще офигенная. Данный вкусец это у нас все на максимум, сладость на максимум и прохлада на максимум. С предыдущим вкусом разницы нахер я не вижу абсолютно никакой. Ни по прохладе, ни по сладости. Он такой же по сладости и такой же абсолютно по прохладе. Не знаю, на кой черт вот эти вот... Я понимаю, когда во вкусах там допустим, вкусы отмечаются какой-то там сносочкой типа снежинку там добавляют. Или еще там что-нибудь типа того, что типа там зеленая капелька это там кислота во вкусе, там синяя снежинка это прохлада во вкусе. Этот вкус типа может быть кислым, этот вкус может быть прохладным. Допустим, вот так вот отмечать вкусы, чтобы человек понимал, что тут есть прохлада, а тут есть кулер. Здесь же есть еще какие-то градации, типа там более прохладный, менее прохладный, более сладкий, менее сладкий. Я пробую второй вкус и типа он такой же прохладный и такой же сладкий. Хотя сладости здесь по сути дела должно быть больше, чем в предыдущем вкусе. Но ягода просто офигенная. Он такой, типа, ну, самое простое описание этого вкуса, это такая пересахаренная или протертая с сахаром, или вареньевая, или, как здесь написано, джемовая, там, типа, ну, допустим, земляника. Пусть это будет. Он такой, типа, вот клубнично-земляничный, какой-то вот такой. Ну, понятное дело, на клубнику этот вкус очень мало похож. Я тебе просто приближенно могу объяснить, на что он может быть примерно тебе похож. Очень крутой, насыщенный, приятный ягодный вкус. Очень классный. Просто, типа, легкая, прохладная, сладкая, сахаристая, вареньевая, сиропная, такая вот, типа, немного загущенная какая-то вот такая ягодная основа. Это вот, может быть, знаешь, такая начинка в конфетах, где сама конфета, я не помню, как их называли, но, типа, вот конфеты Меллер, допустим, если помнишь, такие с кофейной жидкой начинкой. Вот были такие же конфеты, только они вот вокруг были, типа, прохладно-мятные, какие-то вот такие, а ты ее раскусываешь, и внутри нее какая-то там фруктовая или ягодная начинка. Вот этот вот вкус очень похож на вот эту фруктово-ягодную начинку, или же еще тупее. Можно добавить описание, это просто вот, типа, как варенье, джем, что-то рядом близко, где-то похоже на ягоды, протертые с сахаром, типа, детского питания, что-то вот такого, какая-то вот такая примерно штука. Но вкус офигенный. Пацаны, большие молодцы. Эта линейка очень-очень выгодно отличается от того, что вы делали предыдущие жидкости. То есть, типа, были линейки, там, типа, СК-360 и так далее. Вот это же жло, оно на порядок выше. Оно слаще, оно объемней, оно прохладней. Оно вот, типа, как сказать, оно уравнялось с тенденцией, в принципе, рынка. Что люди любят прохладное, сладкое, легкое, такое, типа, ягодное, фруктовое и так далее, тому подобное. Здесь вот ни одного, ну, допустим, один из всей линейки вкус я могу назвать каким-то, как сказать, десертным вкусом. Все остальные, они, скорее всего, будут у нас, типа, свежие, фруктово-ягодные, что-то рядом, где-то близко, как-то вот так вот. Вот тенденция рынка, к которому пришли потребители, что вот им нравится. Что-то фруктовое, что-то ягодное, прохладное, свежее, легкое. Это, понятное дело, все эти вкусы продиктованы одноразовыми системами, потому что там все прохладное, все такое, типа, клубнично-банановое и так далее и тому подобное. Что-то такое, типа, малазийское, свежее, как вот раньше мы говорили про малазийские жидкости. Свежее, легкое, прохладное, сладкое. Вот такое вот. Без перенасыщения вкуса, без переаромности, без ядовитости вот этого вот вкуса. Просто, типа, сладкий, мягкий, легкий, но очень уверенно. Точный вкусец. Это очень хорошо. Приятный, насыщенный, мягкий, легкий вкусец. Очень-очень классная ягода сама по себе. То есть, я говорю, можно делать вот такие просто монолинейки. Один вкус одной ягоды, очень хорошо обыгранной прохладой и сладостью, и все. И нахрен больше никакие вкусы дополнительно там не нужны. Ты просто паришь, там, типа, банан, просто паришь клубнику, просто паришь арбуз, который сладкий, прохладный, объемный, все. Может быть, еще там какой-нибудь кисленький, он внезапно там стал, типа, этот вкусец, и вообще тогда отлично. Просто объем достигается за счет вот этой вот, как сказать, фоновой формулировки. То есть, здесь основной танцующий вкус спереди и сзади целый кардебалет, который всю вот эту вот красоту этому вкусу и дает. Пробуем следующий. Лимонад голубикомалина. Голубично-малиновый лимонад. Голубика, черника, это хрен разница. Пробуем. Лимонад голубика-малина. На что же это может быть похоже? Может быть, на классический вкус Blue Race Lemonade? Возможно, вот такой вот. Blueberry, Raspberry, Lemonade. Вот примерно такое здесь сочетание. Лимон хороший, яркий, очень точно выраженный в этом вкусе, прослеживается без проблем. И пошла вот эта вот ягодная каша. Черника, малина, ежевика, клубника. Вот это вот все как бы вот в этом вот фоне. Как это можно вот так вот назвать? Сам по себе лимонад изначально идет ягодный, потом стойкая, четкая, послевкусие лимонная. Пошла прохлада, пошла сладость. Что у нас по этим? Тут все у нас на всю катушку. И прохлада показана на всю катушку, и сладость на всю катушку. И он, опять же, ничем не отличается от предыдущего вкуса. Приятный, легкий, мягкий вкусец. Вот довольно сложно вот это вот все разжевывать. Раньше, когда что-то обозревал вкусы, постоянно, типа, можно было наткнуться на какой-то вкус, допустим, не очень. То есть, типа, попадается вкусец, и он какой-то вот такой, типа, херово сбалансированный или еще что-то. Сейчас же я прекрасно понимаю, что вот я, как обзорщик подобных вкусов, просто вот, типа, пробую что-то подобное. Я, как вот, люди, которые в данный момент, типа, занимаются автомобильными обзорами, и они обозревают электронные автомобили, которые вот электрички наши, вот эти так называемые. И, типа, там уже нет ни двигателя, там уже не о чем поговорить про какую-то, там, автомат-трансмиссию, там, вот это вот все. Там вот все просто вот такой вот двигатель, столько киловатт, вот столько-то электромоторов, как бы, и все. Днище у нас там, типа, уже больше ни кардана, ни хрена ничего не осталось. Как бы сзади мотор, спереди мотор Или только спереди мотор Вот эти вот все дела Вот и я теперь так же Я просто вот уткнулся в то, что появились люди Специально обученные вот эти вот люди Которые занимаются миксологией Они за это получают денежки Они создают вкусы Вот эти вот флейвористы Раньше вот эти вкусы создавали чуть ли там не знаю Не директора самих компаний Ну вот так вот если это можно назвать там по-грубому Грубо говоря вот человек типа Я вот начну типа сделаю свою линейку жидкостей Купил он там каких-то ароматизаторов Глицерин, пропиленгликоль Сел на кухне у себя где-то вечерком И начал там что-то замешивать, пробовать Принес там в вейп-шоп Пацаны попробовали такие О блин классно Типа и все И как-то вот так сформировалась линейка жидкостей какую-то Теперь же Большинство линейок там выпускается на аутсорсе Где типа делают за тебя этикетки За тебя делают вкус И все за тебя делают И тебе остается только типа это все дело попробовать Нравится, не нравится Посмотреть дизайн нравится, не нравится То есть типа грубо говоря прокурировать проект Скажем вот так Потому что ты за этот проект своей рожей Скажем своей репутацией отвечаешь Что-то типа того И когда раньше это дело все вот типа людьми Вот так вот Как сказать не то что кустарно А методом проб и ошибок В этом как бы был интерес в обзоре А сейчас что не вкус я пробую Они все золото Ну вот типа мне нечего придраться Нечего про него сказать Что-то вот плохое Выдавить из пальца Что вот типа Вот здесь слишком лимонная жидкость А вот здесь что-то типа такого Ну типа если раньше это было там один из десяти То теперь это там типа один из ста Такой вот вкус попадается Который ты попробовал И просто тебе вот он Ну вот не понравился Потому что какой-то он дисбалансированный С учетом того То что я вот могу попробовать Какой-то вкусец Он мне сначала не понравился А потом что-то подпарил И он мне нормально зашел И я всю банку выпарил То есть типа со временем парения Там типа вот такие всякие какие-то Клубника киви Подобные вкусы Что-нибудь типа того У меня иногда с ними такое бывает Но вот сейчас что-то вот типа Я вот пробую и что-то вот Что мне не нравится во вкусе Да все устраивает Ягодная хорошая составляющая Лимонность во вкусе хорошая Прохлада, сладость Все присутствует Все хорошо Какие вообще вопросы Какой смысл нахрен в этом обзоре Вкус за вкусом пробуешь И типа они все Канонично правильно построены Прохлада хорошая, легкая, вменяемая Сладость хорошая, легкая, вменяемая Все хорошо, все в порядке О чем тут еще вообще говорить О чем тут разговаривать Ну типа человек не зря свои денежки получает Молодец Пробуем следующий Арбуз земляника Такой вот у нас вкусец Там была у нас земляника Какой земляничный джем был Теперь арбуз земляника у нас Попробуем что за арбузная жижа Такая сразу же жвачная штуковина получается Жвачный налет Типа вот классическая жвачка Почему? Потому что мозг очень быстро цепляется за что-то знакомое И клубнично-арбузная жвачка Один из самых распространенных вкусов В принципе в пищевой индустрии То есть это один из самых популярных наверное таких вот жвачных вкусов Что-то такое вот опять же ягодное, фруктовое, что-то вот такое Типа очень привычный и знакомый получается вкусец Здесь же вот опять же ребята решили немножко разнообразить данный вкусец То есть получился как вот с джемовой вот этой вот составляющей Такая вот типа ягода Хорошая, легкая, приятная Все в порядке с ней С послевкусием И здесь большие молодцы Здесь нет абсолютно никакой арбузной корки Какого-то такого намека на зеленистость На арбузность Именно вот эту вот Какая-то такую плотность зеленого Вот этого вот вкуса Корочного Типа вот арбуз красный Переходящий в белый Вот этот вот уже Недозревший скажем вот так арбуз Нет никакого першения Горчения Чего-то такого Я в принципе этот вкус взял в обзор Исключительно чтобы проверить арбузный ароматизатор Ну типа какой он будет мне Такой знаешь типа вкус с подвохом Так вот я беру иногда в обзоры вишню Проверить как вишню сделали Типа понравится мне не понравится Так же вот я всегда беру арбуз Потому что я прекрасно знаю то Что вот у меня Есть такая особенность Что вот вкусы некоторые арбузные Мне попадаются И там используют Какой-то вот подлый гадкий ароматизатор Который становится таким горьким То есть типа он почему-то начинает горчить Он почему-то начинает так Типа першить неприятно в горле Я опять показываю в горле И у меня нихрена не видно из-за бороды Короче где-то вот тут вот начинает Такая типа Какая-то такая неприятная горечь Во вкусе арбузной И не у меня одного на самом деле Потому что я разговаривал там с ребятами Мне тоже говорили парни То что там какой-то вкус жидкости Там была арбузная жвачка Что-то типа того Он говорит типа вот попробуй Я пробую Блин она горькая Говорит вот И мне тоже горькая А вот парень говорит Что типа не горькая Все нормально Но вот опять же это вот Просто вот какая-то личная Непереносимость аромата Больше по-другому я как-то не могу Это объяснить Здесь же со вкусом все более чем хорошо Получилась такая типа а-ля Клубнично-арбузная Но у нас земляничная Арбузная И почему-то кажется как будто жвачка Не жвачка может быть Потому что Жвачного вкуса Как такого Бабалгама Здесь нет А именно вот какая-то Такая типа Мамба Жевательная конфета Назовем таким образом То есть та самая жвачка Которая может разжеваться У которой жевательная основа Заканчивается Скажем вот так А не когда она остается Вот этим вот безвкусным Каким-то таким Сладковато-резиновым Куском Который ты уже там 15 часов напролет Жуешь-выжевываешь Хотя говорили что 15-20 минут Надо не больше жевать Это я помню У нас на уроке Так один раз Моя одноклассница сказала На уроке литературы По-моему это было И педагог Говорит типа Что за жвачное Ну типа Жвачное животное Выплюнь жвачку Она говорит Мне вот в рекламе Сказали что Жевать надо 15-20 минут А время еще не закончилось Вот типа Она где-то там В начале урока Там на перемене В конце жвачку Закинула И жевать надо 15-20 минут Ну педагог посмеялась Конечно же Но жвачку все равно Выплюнуть заставила Короче Жвачка Все понятно Типа какая-то такая Типа мамба Где-то рядом Где-то близко Жвачная конфета Арбузная Допустим Земляничная Как-то вот так Ну точно не клубничная На клубнику не похоже Пробуем следующий Апельсин Просто Его величество апельсин С недавних пор Я как-то полюбил Апельсиновый ароматизатор Все вот эти цитрусовые движения Сейчас попробуем Что получилось у ребят Во вкусе абсолютно полностью Отсутствуют Какие-либо Цедрово-горчащие ноты Нет вот этого Цитрусового масла Как я это называю Маслянисто-неприятный Горчащий привкус Он очень хорошо Прям такой типа Обрезанный Кастрированный Опять же Прохлада-сладость Все то же самое Как по предыдущим вкусам Тут опять же Вот смотри Сладость Предыдущий вкус И вот этот вкус Написано типа Что прохлада на всю катушку А сладость типа Двойка Не тройка Но я по сладости Ощущаю его абсолютно Так же как предыдущий вкус И все вот эти вот Четыре до него Попробованные То есть для меня Вот эти вот градации Там прохлада и сладости Они вообще никак не меняются То есть типа Здесь нет ни одного Вкуса в линейке Чтобы была Типа прохлада Меньше Трешки То есть типа Они все одинаковые Три-три-три Везде три У нас по прохладе И по сладости Они меняются Либо два Либо три Видимо это настолько Неуловимая Неощутимая Разница Между средней Сладостью И типа максимальной По их описанию Опять же сладостью Что опять же Вот в этой вот градации Я не вижу абсолютно Никакого смысла Что типа Просто можно было Это убрать с этикетки И все Ничего бы не изменилось Оставить там только Снежинку И вот как у них Нарисован этот вот Леденец Чупа-чупс Или что Что типа Они все сладкие Все прохладные И все Что типа Здесь не будет Никакой разницы По прохладе Или по сладости Это то о чем я говорю Приблизительно Моновкус апельсина Который очень хорошо С подстанцовкой Там того же Самого кулера Той же самой Прохладой Сладостей Там типа Вот этого вот Всего То есть типа Он солирующий У нас вкус Я парю Просто какой-то Такой Ну сказать Апельсиновый сок Или же В нашем случае Я бы это назвал Какой-то такой Апельсиновым леденцом Или апельсиновой конфетой Какой-то вот такой Вот типа Прохладная Сладкая Объемная Просто вот Апельсиновая конфета Очень хороший вкусец Он немного В какой-то степени Пюрообразный Немного похож на Что-то типа Послевкусие От апельсинового сока Холодного Такого вот Типа Все здесь нормально Все хорошо Немножко не дотягивает Именно до сока С мякотью Именно по пюрообразности По вязкости Вкуса Возможно Тут можно было добавить Какой-нибудь персик К нему Или манго Чтобы добавить Вот этой вот Пюрешности Скажем Вот так вот Вкуса Чтобы он был Более такой Вязкий Хлюпающий Тогда бы был Прям совсем То есть типа Очень сильно похож На какой-то такой Не знаю Апельсиновый сок Натуральный С мякотью С кусочками Мякоти Или как они там Но он назывался Обычно типа С мякотью Апельсиновый сок С мякотью Хотя по сути дела Это просто Они добивали объем Скажем так Вот это вот Жмыхом Который по сути дела Выбрасывается Когда отжимается Они вот этот жмых Начали туда добавлять И за счет этого Тебе вот какие-то там Кусочки апельсина Какой-то там Кожурки пережеванные Десять раз попадают Это такой Ну с мякотью Натуральный сок Ну а что Отличный Послевкусие По-честному Соковое Ну вот типа Как будто я попил Апельсинового сока И послевкусие От этого сока Вот у меня осталось В слюне Или же Я взял какой-то Апельсиновый леденец Рассосал его До самого конца И в слюне Вот это вот типа Прохладно-свеже-сладкое Послевкусие Апельсиновое Осталось у меня Вот типа Вот примерно вот так По ощущению Этот вкусец Опять же Не надо морочиться С какими-то супер миксами 2, 3, 7, 9 Там ароматизаторов Вот этого вот всего Просто Хорошо Сделанный Моновкус Хороший Объемный Яркий Цитрусовый Все Больше от него Ничего не надо Можно было добавить Еще для красоты Для полноты Вкус какой-нибудь Легкой кислинки Чтобы он был Такой чуть Кисленький Апельсиновый сок Но здесь он забаланшен Больше в сторону сладости Вот и вся разница Раз, два, четыре, пять Пробуем последний На сегодня конечно же Но перед этим Хотел бы поблагодарить Бренд Tico Bar Это производитель Жидкостей для подсистем Но в основном Ребята производят Одноразовые системы Собственной разработки Которые не имеют Аналогов в России И отдельно Хотелось бы поблагодарить Сайт GoSmoke Это сайт Долгожитель Который работает С 2016 года Так же как и я И еще у ребят На сайте мы активировали Промокод КРБК Который дает тебе Небольшой бонус Огромное вам ребят Спасибо За поддержку Моего канала Жвачка Смородина Мята Напоследок Была подхвачена Ну мята написана Я сразу такой Все Берем в обзор Срочно Мятный вкусец Пробуем Мята блин На грани Прям совсем на грани Убавьте ее Немножко Чуть-чуть убавьте Не знаю процентов На 20 Поменьше ее сделайте Она как бы нормально Но вкус получился Не как здесь написано Жвачка Смородина Мята А жвачка Мята Смородина Потому что В основе этого вкуса Вот эта вот штуковина Прямо от начала И до самого конца То есть Эта жвачка Именно вот Типа Дабл минт Двойная мята Она мятная Все в порядке И потом уже После мятного Послевкусия У нас появляется Смородина Смородиновая Послевкусия Вкусец Замечательный Что-то типа Шоколадные начинки Из Ой шоколадные Господи я кретин Мятные начинки Из шоколадной Плитки Вот этой вот Типа мята С шоколадом Немногие такие любят Но я почему-то Запонотел в свое время Еще в Томске От этой вот истории И опять же Благодаря вейпингу Я вот попробовал Такую штуку Не помню Хрен знает От какого там Производителя Уже было это Тысячу лет назад Какой-то там Шестнадцатый Семнадцатый год Я попробовал Этот вкусец И потом в магазине Увидел то ли Риттер Спорт То ли еще Как-то называлось Вот типа Вот эта вот Шоколадка И внутри нее Мягкая Вот эта вот Белая мятная начинка И я такой Вау Такой типа Прикольная Получилась Послевкусие И опять же Основа шоколадная У вкуса И потом свежая мята Все это заполняет Очень круто Вот здесь где-то Что-то рядом Где-то близко Такая вот Получилась Тягучая Жвачная Мятная Вот эта вот штука И она уходит В послевкусие Не просто какой-то там Мятной жвачки Или что-то в этом роде А именно вот типа Смородинового Варенья Какого-то такого Сладости Опять же прохлада Мне почему-то показалось Ну скорее всего Я знаю почему Из-за мятного Вот этого вот Основного вкуса Кажется что этот вкус Как будто холоднее Чем все предыдущие Потому что мозг такой Ага Мята Ага Прохлада Мы знаем мятную жвачку Она холодная Вот эти вот первые 15-20 секунд Жевание жвачки Когда у тебя вкус Там на 120% Херачит И потом он типа Начинает постепенно Разжевываться Выжевываться Из вот этой Самой жевательной основе Очень хороший Получился вкус Мягкий Такой типа Не натурализировано Вареньево Сладкий Послевкусие Очень прикольная Черная смородина Очень классное сочетание Мы прекрасно знаем Мята с черной смородиной С чаем С лимоном Залетает просто Как к себе домой Это вот такие Как бы Вкусы Которые Ну вот ты типа Не знаешь что за баланс И ты как бы Кидаешь черную смородину В мяту И они вместе Играют просто Замечательно А также мята С лимона Да вообще Типа можно выпустить Отдельную линейку Там назвать ее типа Мятная Что-нибудь такое И там вот сделать Замес мяты Хоть с чем вообще Хоть мяту с ананасом Можно замешать И получится классно Потому что она В очередной раз повторяюсь Очень хорошо Разнообразит И приятно Объемно Делает уже Знакомые вкусы То есть это был бы Моновкус допустим Апельсин Немножко Не как вот здесь Накинуто А там типа Процентов 10-15 Мяты подкидываем И получается Такое прикольное Мятненькое послевкусие А здесь получилось Наоборот То есть у нас Типа есть вот эта вот Жвачка Бабалгамовость У нас есть Дальше мята То есть типа Получилась мятная жвачка И она уже С послевкусием Какой-то такой Ягодной Черно-смородиновой Вот этой вот пыли Я не знаю что это такое Просто надо мяту убавлять Она все не завалила Черная смородина чувствуется Но вот типа Как мне кажется Мяту надо убавить Во вкусе Вот Наконец-то Под конец обзора Хоть до чего-то Смог доколупаться Мяты ему видели Тебе не понравилось Просто ее многовато здесь Возможно Опять же Я сейчас парю Это все на койле И так далее Ты сейчас попробуешь Это на испариках На каком-нибудь Своем любимом Иксросе Великом и боевом И там тебе покажется Что типа Мяты наоборот Мало и много Черной смородины Я не знаю Как этот вкус Будет раскрываться На том или ином устройстве Я тебе говорю Вот только здесь и сейчас Как это чувствую я Как это почувствуешь Ты на каком устройстве Ты это будешь все парить Я не знаю Надо с какой-нибудь компанией Опять договориться На хрен Просто опять парить Все это на испариках И все Тогда будет конечно Максимально приближенный К твоему финальному Экспириенсу Мой какой-то Но опять же Мои с твоими рецепторами Вряд ли пересекаются И тут как бы Тоже уповать на то Что у тебя такой же девайс Как у меня И жидкость такая же Как у меня Это в обзоре И что вкус мы с тобой Почувствуем одинаково Да хер там плавал Кто-то любит послаще Кто-то любит похолоднее Кто-то любит там Типа покислее Вот эти вот все моменты Очень сильно у нас рецепторы К сожалению Или к радости Отличаются Потому что все мы люди разные Все Перепробовали Все шесть вкусов Которые я хотел в обзоре Четыре вкуса Непопробованных Конечно же Я тебе покажу Их вот так вот Можно в одной руке показать В принципе Почему нет Это у нас такой вот Яблочный сорбет Есть какой-то Потом есть Вишневая Сука Вишневая шипучка же была А я вишневую шипучку Наверное На земляничный джем Перепутал я их Когда заливал Все это дело Тошно Они просто похожи Они красненькие Обе Вот такие вот И я Подумал что вишневый взял А взял земляничный джем Получилось просто два вкуса Земляничный джем И арбуз с земляникой Ну ладно Ладно Уже как бы все Поздно Кулаками после драки махать Банановый смузи Это вот про этот вкус Я тебе говорил Про то что возможно Этот вкус может Претендовать на какой-то такой Относительно выпечковый Относительно десертный вкус Все остальные Опять же фрукты Ягоды Холодненькое Что-то сладкое Вот такое Ну и конечно же Красный виноград Будь он проклят Конечно виноградная Еще одна Замечательная жидкость Поднадоел уже Просто по честному Уже столько было Всяких разных виноградов Что уже как бы Вот тут вот Сидит виноград Из того то что я сегодня Попробовал Я для себя выделил Как бы три На три Вкуса И здесь еще как бы Два Вкуса Вот так получилось То есть типа Три вкуса Земляничный джем Лимонад Голубика Малина Или же Блюрейс Лимонейд И также арбуз Земляника Они у меня как-то Вот так стоят То есть типа Чуть подальше Опять же это не говорит о том Что они хуже Просто вот я так вот По обзору расставлял Какой-то ближе Какой-то дальше По отношению к себе Какой ко мне ближе Вкус я подставил Тот мне типа Больше всего и понравился Дальше у нас идет Апельсиновый вкус Очень хорошая апельсиновая арома Лимонад Малина Грейпфрут остался И жвачка Смородина мята Вот смотри Даже несмотря на то Что здесь я вот Что-то там придирался К мяте Все равно Из того то Что я сегодня попробовал Самым интересным И больше всего Понравишься вкусом Для меня все равно Остался жвачка Смородина мята Вот этот вот вкусец Мяты убавьте Немножко Но процентов 10 Немножко еще Поколупайтесь пожалуйста С этим вкусом Там вот типа Чуть поменьше Чуть поменьше Чуть поменьше Типа убавьте там 10 процентов Вкуса мяты Там 20 и 30 процентов Вкуса мяты Например убавьте Попробуйте И вот типа Вот как бы так получилось Чтобы баланс Выставился в жвачку Смородину мяту А не Жвачка Мята Смородина То есть здесь у нас Должно быть мятное Послевкусие у жвачки А здесь получилось Смородиновое Послевкусие А должно быть мятное Вот как-то вот так Это я все разжевал Ну и все По сути дела Приятные упаковки Мягкие и замечательные Не знаю нахрена Нужны коробки Видимо чтобы хоть кто-то Заметил эти Крошечные бутылочки 10 миллилитров Но опять же как бы Извиняй Вот типа Тот вейпинг Который от нас хотят Не который мы хотим Вейпинг А который хотят от нас 10 миллилитров Все там Акцизы Шмакцизы Все вот эти дела Там типа Честный знак Бла-бла-бла Там типа Приложение QR-код сканируй Все это дело проверяй Ребята уже давно Всем этим делом занимаются Они на выставке Давно представляли Там вкусы уже акцизные И так далее То есть типа Они готовят уже давненько Свою продукцию И типа не знаю Как у нас так повернется рынок Будут ли производители Типа заниматься Этими акцизами Понравится ли это Скорее всего Конечно же нет Конечному пользователю Все вот эти вот Акцизные движения Ну потому что Это вот как бы Как я это называю Деньги не из чего Как бы просто вот Типа это стало дороже Потому что Потому что Вот и все Как бы с этим Мы ничего поделать не можем Мы можем только Следовать букве закона Или не следовать Букве закона И за это получить Очень хорошо по шапке Такие вот дела Грустные Ну все Все перепробовал Под конец Загрустил Зауныл Не унывайте пацаны Вот эти все дела Все Заканчиваем данное видео Я хотел бы сказать Большое спасибо ребятам Из компании Смок Китчен Конечно же За предоставленные Жидкости мне на обзор И огромное спасибо За поддержку моего канала Тебя друг Как всегда Прошу подписаться На мой телеграм канал Который называется Миша Коробка В нем также выходят Мои видео обзоры Еще там есть лампа Чат для отдельного общения Еще я там записываю кружочки Маленькие круглые видео По одной минутке Этими самыми видосами Я приношу в телеграм Свою какую-то личную Внеобзорную жизнь Если тебе подобное интересно Подписывайся конечно же На мою телегу Также есть мои собственные продукты Конечно же В данном видео Это будут мои одноразовые системы Которые мы разработали Вместе с ребятами Из компании Pride Vape Это линейки одноразовых систем Под названием Мишка На полторы тысячи затяжек Вот такие палочки И на четыре тысячи затяжек Под заряжаемые Такие вот Коробочки Готовим мы Что-нибудь приготовим Какие-нибудь новые Одноразовые системы Надо уже эту линейку Скажем так Подобновить Вот так можно сказать Ну что-нибудь придумаем Как-нибудь Ну сейчас рынок Вот я говорю Колышет его там Во все стороны Вообще нихрена не понятно Что дальше вообще делать И как с этим жить Вот вообще неизвестно Буду ли я вообще В следующем году снимать Сейчас вот примут Какой-нибудь новый закон Что мы запрещаем Снимать обзоры на вейпы Просто вот запрещаем И все И люди которые на ютубе Снимают обзоры на водяру На егермейстер Коктейли делают Вкусно пробуют Говорят Бомбео Просто пушка Вообще Всем советую Я думаю Бля Как у тебя может язык повернуться Ты пробуешь вот типа на ютубе Алкогольную продукцию У тебя нет никаких плашек То что там алкоголь вредит здоровью У тебя канал миллионник И ты еще и советуешь Всем типа попробовать Алкогольную продукцию И всем похуй Вообще абсолютно срать А типа электродутки Никакой вред Еще толком Никто ничего не доказал Но типа Нельзя Куда меня понесло то Давай заканчивать данное видео А то меня что то это Разбомбило Ни туда ни сюда Надо это все вырезать Нахрен Все короче Прощаемся Если ты впервые оказался На моем канале И ты не знаешь что я такой Меня зовут Миша Приятно познакомиться И добро пожаловать В мою коробку Но если вдруг мы с тобой Давным-давно знакомы И ты все это прекрасно знаешь То просто-напросто Пока Что я тебе еще могу сказать Всего хорошего Русские идут домой Думайте сами Решайте сами Иметь или не иметь Иметь или не иметь Вот Все Ты заходи Если что Следи за собой Будь осторожен Следи за собой Субтитры сделал DimaTorzok